Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Послушайте, пожалуйста, новости города и района. В прошедшую субботу, 19 августа, президент Республики Муртаза Губайдулович Арахимов вместе с премьер-министром Республики Башкорстан Римом Сагитовичем Бакиевым побывал в Янаульском районе и городе Янауле. Муртаза Губайдулович Арахимов и Рим Сагитович Бакиев осмотрели поля колхозов «Большевик», «Парижская коммуна» имени Куйбышева. Состоялась обстоятельная беседа с руководителями-механизаторами хозяйств. Разговор шел о быстрейшем завершении полевых работ с Пашки-Зяби, Севи-Азимых. Руководители Республики высоко отозвались о работе тружеников села Янаульского района, которые успешно выполняют стоящие перед ними задачи. Президент Муртаза Губайдулович Арахимов в Калтасах провел совещание глав администрации, руководителей хозяйств, предприятий, организаций и учреждений, предприятий перерабатывающей промышленности северных районов Республики. На совещании рассмотрены вопросы уборки урожая, хлебозаготовки, производства животноводческой продукции, подготовки к работе в зимних условиях. На совещании выступил президент Республики Муртаза Губайдулович Арахимов. Он сообщил собравшимся о том, что руководящие работники Республики находятся в северных районах с целью более подробно ознакомиться непосредственно на местах с состоянием дел, уборкой хлеба, продажей зерна государству, засыпкой из семян, заготовкой кормов, подготовкой к зиме, производственной и социально-культурной сферы и так далее. Он подробно рассказал о принимаемых руководством Республики мерах, направленных на обеспечение населения продовольствием и продуктами питания, картофелем и овощами, всеми видами животноводческой продукции. В условиях текущего года, когда значительная часть России подвержена засухе, отметил Муртаза Губайдулович, приходится рассчитывать только на свои собственные силы и возможности. Поэтому обеспечение как городского, так и сельского населения продуктами питания в полном ассортименте не только на ближайшее будущее, но и на дальнюю перспективу являются сегодня самой главной задачей. Перевалил за вторую половину август, предвестник осени. Подходит к завершающей стадии комплекс полевых сельскохозяйственных работ. По сообщению Управления сельского хозяйства и продовольствия, осталось убрать незначительные площади в колхозах Мир, Урожай, Воединском, Буйском совхозах. Ускоренными темпами ведется вспашка зябий и сев озимых. В хозяйствах района эпицентром внимания становится подготовка к зиме животноводческих помещений, куда перебрасываются рабочие руки. Ведется селосование и копка картофеля. По району хозяйство совместно со сбором с населения для обеспечения столицы Башкорстана, города Уфы, должны сдать 3000 тонн картофеля. Синоптики обещают дождливую осень, и поэтому придется приложить максимум усилий для сбора картофеля. Накануне нового учебного года состоялось республиканское совещание по вопросам народного образования с участием глав администрации районов и городов, заведующих отделами народного образования, руководителей министерств и ведомств, работников аппарата Министерства народного образования и его подразделений. В совещании вел премьер-министр республики Башкорстан Рим Сагитович Бакиев. С докладом о проблемах, задачах и основных направлениях в системе народного образования выступила министр народного образования в республике Башкорстан Хисамедзинова. На совещании выступили руководители, представители различных систем образования из Чикмагушевского, Аскинского районов, городов Салавата, Бирска, Сибае и Уфы. В работе совещания принял участие и выступил с докладом президент республики Башкорстан Муртаза Губайдулович Рахимов. Он подчеркнул важную роль образования и воспитания в жизни общества, поздравил участников с наступающим днем знаний, пожелал успехов в работе. Вопросам народного образования уделяется большое внимание не только в республике, но и у нас в районе. Комиссии отдела народного образования проверена готовность школ города и района к новому учебному сезону. Наш репортаж из школы номер 5 города и Осавдебашевской средней школы. Расскажите, пожалуйста, как подготовлена школа номер 5, в этом году уже школа-лицей, к новому учебному году? Да, наша школа нынче называется школа-лицей. Решение коллегии Министерства образования и Министерства здравоохранения решили в Янауле создать школу-лицей. Цель создания лицея – это подготовка выпускников к поступлению в Башкирский медицинский институт. Выбор о создании школы-лицея пал нашу школу. Ну, мы в школе-лицейский класс комплектовали, это 10 класс, из числа учащихся сельских школ и из школ города. В настоящее время набрано всего 22 учащихся на основе тестирования. Тестирования проводились в начале июня месяца и вот до набора произвели в августе месяце. Но в основном этот класс – это химико-биологического уклона. То есть в основном будем обращать и глубже изучать такие предметы, как химия, биология, физика, математика. В следующем году у нас будет таких классов 2, 10 и 11 класса. А возможно, через 2 года будет лицейскими классами класса, начиная с 7 по 11 класса. Все условия для обучения, для воспитания у нас имеются. Школа специалистами обеспечена. Где-то 95-96% учителей с высшим образованием. Контингент учителей очень подготовленный, хороший. И я думаю, мы через 2 года оправдаем и станем, пока у нас экспериментально считается, станем школом-лицеем. Ну и сейчас она называется школа-лицей. Ну, школа подготовлена к новому учебному году, несмотря на трудности, финансовые трудности. При поддержке районного отдела народного образования, администрации района, зайти, посадить ребят, можно начать занятия. Все кабинеты покрашены, побелены. Но все условия, которые необходимы для занятий, в школе имеются. Имеется отлично оборудованный физзал, столовая. Нынче крупный ремонт мы проявили, ремонт мягкой кровли, школа. Очень нам помогает в этом деле ПМС-215, где начальником является Махмудов Раис Адамович. Во всех делах, и красками, и в оборудовании кабинета, лингофонный кабинет закупили. Вот остальными предприятиями особой связи нет. Раньше, конечно, было шинской помощи, и сейчас вот этот как-то отодвигается. Назадный план, наверное, с экономическими проблемами. Ну, в целом, школа у нас готова к новому учебному году. Продолжение следует... Без у нас... И вот эти материалы, мы сейчас в Карасных Холмс Книфет Идирасе, и вторая промышленность. Ремонт работы с каждым годом в Калхоз Идирасе, Ауэл Совет Администрации Ассозор Болышла Курсета. Беринсы жеруттамин аларға архмад сөзей тәскілі Фуфе мектабыны ремонтлағы да көрсеткен ярдымлары ишин. Мектаб белгілі бұл ойнша, енді ұзоқ еллар, софқа күртілуіні, анын айтырай керек ұл авария қалинді, тұрфыным үшін бізнің мектаб, енді яғни мектаб салыға, енді яғни мектаб салыға керек дейін әмет білін ерші біз. Яғни мектаб үшін проектный документации әзірліні, енді әзіртібейтір көбіла, тұрфыным үшін яғни мектаб салығыны, 96-тыңс profit project clear лigner беқ е Марканы Intide stor мен білі жүркен деline реғни мектеп керек дейін. Бhome Чынora білін енді яғни мектаб, жүр? Бұл оқызам үшін ра 798 бау үшін еueші білін ең голу, үшін он Monster сор күрлігенде жүрге ал 112 бау салығы көдесе. ғыру оқытушылар колдеба бізді үшін үшін оқытушы көбіргенели дейін ... Быстро, пока я не мог бы прoinять. Этот мой тормоз был в январе в Январе. Так что мой тормоз был в январе в январе. Я не мог бы что-то привлечь. Б urge всего, я не мог бы просесть мне. Миттабьяный участие мы собираемся в биологии и химии, варене на зеле Газднаве и на сайте. Мы собираемся в эту историю, в этом году. Мы собираемся все учить, которые были в школе. Мы собираемся учить участие. Мы собираемся учить участие практик. Он займёт в миттабьем участие. А завтра откроются двери традиционное августовское совещание учителей. Давайте же им пожелаем успешной работы. Горожанам, да и не только горожанам, но и жителям нашего района, музыкальные заставки и рекламные выступления представителей торговых организаций, прозвучавшие из динамиков прошлую субботу в центре города и в начале этого сюжета наверняка напомнили о предшкольных хлопотах, о приближении школьной поры, о почему-то стремительно подрастающих детях, ну и конечно о школьном базаре. Ведь именно там, на заполнен торгующим и покупающим людям в центральной торговой площади города завершались многие предшкольные хлопоты родителей в виде увесистых пакета с обувью или школьной формой, канцелярскими товарами или тетрадями, а для их детей, шкалеров, школьная пора начиналась с маленького праздника, с покупки новой вещи. Давайте, уважаемые телезрители, мы вместе с вами еще раз помним этот день, эту оживленную, переливающуюся красками и эмоциями базарную толпучку в этот по-летнему теплый и солнечный выходной день. Как всегда, свою торговую марку удержал Орсен Году Краснохомс Нель. Автолавки этого торгового предприятия, украшенные светлыми занавесочками, создавали ощущение праздника и радовали покупателей, взрослых и детвору широким ассортиментом одеждой и обуви, канцелярскими, школьными принадлежностями. Если к этому прибавить приветливость продавщиц и дотошность в изучении и оценке качества цены товаров со стороны наших милых женщин, то мы получим нормальную рыночную картинку. А дальше, как известно, остается сделать самое малое. Выловить мужа, который где-то рядом, и доказать ему, что небольшое похудение кошелька – это на благо семейного бюджета. Не забудем также, что двигателем торговли является любопытство потенциального покупателя, а мы и на улице – народ любопытный, и поэтому никогда не поленимся заглянуть за занавесочки, что многие и делали, и находили за ними, что бы вы думали. Ну, конечно, школьные принадлежности, одежду и обувь, ведь идет школьный базар. Надо заметить, что школьный базар – это серьезное событие не только для семьи, для родителей и их детей. Это серьезное дело и для торговых работников, ведь торговать для торговой системы в целом. За приветливыми улыбками продавщиц стоит напряженный труд водителей и снабженцев, экспедиторов и бухгалтеров, руководителей торговых предприятий. Сейчас необходимо тонко чувствовать конъюнктуру рынка, трезво оценивать уровень покупательного спроса и сложное положение с платежеспособностью самого потенциального покупателя. Поскольку фабрики и заводы сейчас работают под конкретный объем заказа торговой системы по тем или иным видам продукции, то понятно, что умелый профессиональный выбор номенклатуры и объема товаров, предлагаемых на рынке, определяет важнейший показатель работы – прибыльность. А от этого показателя сейчас зависит практически все. Можно даже сказать так. Есть прибыль, есть жизнь. Значит, на этом предприятии работают профессионалы. Если мы посмотрим на цифры выручки торговых предприятий после проведенных школьных базаров, то можно сделать интересные выводы. Первый школьный базар дал Межайбазе, например, выручку в размере 14 миллионов рублей. Второй – 10. Такая же картина и у Райпо. За первый – 15 и 9 миллионов рублей. За второй – Орснот-5 выручил за первый день 1 миллион рублей. А второй школьный базар принес 2,5 миллиона рублей. Орсен году Краснохолмск нефть соответственно 4 миллиона 600 тысяч рублей выручка первого школьного базара и 500 тысяч рублей за прошлую субботу. Ухудшение показателя выручки у большинства торговых предприятий, видимо, связано с отвлечением автолавок и торговых точек для выездной торговли. Так как в прошлую субботу, как известно нашему телезрителю, Янаульская земля была свидетелем не только школьного базара. Думается, следующий школьный базар также порадует нас и новыми подходами в организации торговли, ассортиментом и приемлемыми ценами товаров. Ведь борьба за покупателя, за прибыль, в конечном итоге, за нормальную жизнь предприятия и его коллектива будет идти и дальше. Как говорится, товар лицом показал и Орс-Нот-5 Горьковской железнодороги. Разборчивый нынче покупатель не оставил без внимания работников этого предприятия, а ассортимент товаров к удовольствию обеих сторон истощал кошельки молодых мам. Обилие женского и не только женского населения у автолавки Межайбазы приятно радовал глаз, наверное, не только нам, но и работникам этого предприятия. А плотность покупателей на один квадратный сантиметр площади перед прилавком или говорит о высоком профессионализме работников коллектива Межайбазы или о не совсем понятной для мужчин логике женского поведения и психологии. Мы же радовались и тому, и другому. Мы покидали школьный базар с легкой грустью. Гремела музыка, светились счастливые детские лица, была атмосфера праздника. И последний школьный базар, который будет в предстоящую субботу, думается, подарит нам также светлые минуты и чувство удовлетворения. Еще один родительский рубеж взят. С некоторых пор испытываются определенные трудности с пенсионным обеспечением граждан. Такое положение наблюдается не только у нас, но почти по всей России. В адрес муниципального телевидения поступает немало звонков, обращений от пожилых людей с просьбой разъяснить ситуацию. Наш корреспондент обратился с этим вопросом к заведующей отделом социальной защиты населения Кларе Зивне Гараевой. В целом по всей республике и в том числе в нашем районе сложилась очень трудная ситуация с выплатой пенсии. В целом за месяц, за июль месяц, только нам нужно было 2 миллиарда 200 миллионов рублей средств. Но, к сожалению, сегодня идет выплата за июль месяц. Еще за июль месяц мы должны 717 миллионов рублей денег. Естественно, это связано с тем, что многие предприятия, организации колхоза, совхозы в очень трудном экономическом положении. В основном все организации предприятия перечисляют в пенсионный фонд республики. Это контролирует налоговая инспекция нашего района местной администрации. Сбор средств, например, на начало 1 июля задолжен, составляет 4 миллиарда рублей. Это не из-за того, что предприятия, организации или руководители колхозов, совхозов не хотят платить в пенсионный фонд. Это зависит от того, что у них очень трудное экономическое положение. Поэтому то, что нужно для выплаты пенсии, в пенсионный фонд не поступает. Но такая же ситуация продолжается еще с тем, что ежемесячно увеличиваются размеры пенсии. Постоянно мы меняем минимальный размер пенсии, меняется. Естественно, средств, которые собраны в пенсионный фонд, не хватает. Если, например, за июль месяц 2 миллиарда 200 миллионов нужно было бы, а вот в августе месяце еще ожидается увеличение пенсии, необходимо будет 3 миллиарда 200 миллионов средств. Естественно, эти средства нам пока никто 100% не сможет собрать и, конечно же, мы не сможем выплатить. Поэтому я сегодня, уважаемый ветеранам, вас не могу успокоить тем, что у нас выплата пенсии будет лучше. В сентябре, чем предыдущие месяцы, например, еще за август месяц мы еще рубля средств не получили. Естественно, после 15 сентября только мы начнем выплату за август месяц. Ну, в местной администрации, предприятиям, организациями принимаются меры. Ну, вот то, что касается пособий, которые выплачиваются из местного бюджета, нет никаких задержек. Также мы из местного бюджета доплачиваем участникам войны, имеющим инвалидность от общего заболевания. Также участницам, женщинам делаем доплату. Пособия на детей выплачиваются из местного бюджета. Из местного бюджета выделением средств никаких задержек нет. Мы своевременно получаем и стараемся выплачивать своевременно этой пенсии пособий. Но очень тяжело вопрос решается с пенсии, о котором я говорила, что пенсионный фонд не может собрать ту сумму, которая нужна нам для выплачивания.